Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, друзья, здравствуйте, друзья, здравствуйте, друзья, здравствуйте, друзья Сегодня у нас вычет ASMR для... Я ещё не придумался Ладно, сейчас нажму кнопку записи Идея сама влезёт в голову Так, думай, Лёха, думай, думай ASMR, для чего может быть вообще ASMR? ASMR для... для ржача ASMR для сна, конечно, наверное, будет сегодня, да, возможно, скорее всего, но это не точно Но... да ASMR для сна Вот я гениален просто, да Ну, на самом деле, это не сложно, да, потому что... Я думаю, что, скорее всего, большинство из вас засыпает под ASMR Это нормальная абсолютно ситуация И я сам частенько засыпаю под ASMR Особенно, когда мне не спится Или особенно, когда мне нужно поспать днём Такое тоже бывает, да, потому что иногда... Ночью работаешь и... ну или там какие-то дела, да То есть, в принципе, ты не высыпаешься, а днём есть, там, часик-полтора поспать Вот, вообще, конечно, учёные не рекомендуют спать Днём от этого живот растёт Но иногда, я считаю, что лучше поспать часик-другой, чем ходить, как овощи, оклевать носом, да Вот, поэтому вот такие вот пироги Всё, смотрите, у меня есть вот такие сердечки Прикольные сегодня Мне их подкинули, я не знаю даже кто О, спасибо тебе, добрый человек За то, что подбросил эти сердечки хорошие Вот, с ними мы сейчас и будем засыпать Засыпать, будем, будем засыпать Будем, 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 будем Будем засыпать, хорошо Для начала, что нам понадобится для... Для начала, хорошего сна Конечно же, это подписка на канал ASMRBOX Лайк этому видео Это самые первые компоненты, которые нам понадобятся Но в основном, вам понадобится настроение Да, настроение, именно настроение Создает, скажем так, все условия для того, чтобы человек заснул Для того, чтобы человек ослабился Да, для этого он должен быть в хорошем, ну, настроении Да, это понятно, вот А для того, чтобы человек стал в хорошем настроении И ему нужно всего лишь iPhone 13 Pro и тысячу долларов Возьмите его там под подушкой, я вам положил Ну, на самом деле, это не так Для того, чтобы человек был в хорошем настроении Ему просто нужно услышать какую-то хорошую новость Либо что-то хорошее Вот, поэтому, давайте я вам скажу что-то хорошее, ладно? Вот, я уверен, что Вы часто слушаете про себя что-то хорошее Вот И я, наверное, вам ничего нового не скажу сейчас Но, тем не менее, я считаю, что каждый человек Вот, просто Ну, должен получать какие-то лучи добра, да? Да, и если вы вдруг их недополучаете Если вдруг их недополучаете То вот вам, пожалуйста, держите от всего сердца Вот вам пенопластовое сердце Что хочу сказать? Хочу сказать, что Вы очень-очень добрый человек и отзывчивый Ну, потому что Вы всегда пишите мне хорошие комментарии Вот Вот И И Всегда защищаете меня от каких-то хейтеров Потому что иногда бывает, конечно И это очень приятно Иногда так Заходишь на канал, смотришь Там какой-то хейтер написал Что-то плохое, отвратительное, ужасное И думаешь, блин, ну что вот ему ответить Пока думаешь, что ответить Уже пять человек написало ему Разные комментарии Все политкорректно Все хорошо Вот Написали Ну, если тебе не нравится Зачем же ты тогда смотришь И так далее И так далее Я думаю Боже, какая у меня хорошая аудитория Вот как они защищают меня Это Очень-очень здорово Так что спасибо большое За это Ты действительно Очень хороший человек Ты действительно самый 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 Хороший Самый Хороший Знаешь Я считаю, что Всем нужна похвала Вот И Это здорово Когда тебя хвалят Ты Сразу Хочешь Сделаться Еще немного лучше Ты сразу Весь Да Это же я Это же про меня Говорят Я хороший Да Я хороший Я буду еще лучше Поэтому Почаще Говорите хорошие слова Своим друзьям Знакомым Родственникам Вот Всем-всем-всем Кому хочется сказать Вот Не молчите Просто Скажите человеку Ну У тебя классная Прическа Вообще-то я лысый Да Хочу классную Вот Можете Сказать там Какой-то комплимент Можете просто сказать Знаешь Ты Действительно Хороший человек Классный Да Супер Вам это ничего не будет стоить На самом деле Но Человеку Которому Вы будете это говорить Он очень порадуется Мне кажется Он Ну Как-то Расцветет что-ли В душе Да Вот И Это очень здорово Что есть такие моменты И Очень жаль Что Зачастую Мы их просто упускаем Почему-то Почему-то Мы Мало чем Не говорим нужные слова Когда это нужно Вот А Все это куда-то в себя Заталкиваем И потом жалеем об этом Так вот Чтобы потом не жалеть Сразу Скажите Говорите сразу Вот И Все будет у вас хорошо Так что Заталкивает Другими Что Вы очень 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 Я занимаюсь спортом, стараюсь тут как-то упражнения делать Не знаю, что происходит, но всё трещит, просто ужасно Вот на чём мы с вами остановились Как у вас здоровье? Надеюсь, что у вас всё хорошо Если вдруг что-то у вас не в порядке, если вдруг у вас что-то не так Знайте, что всё наладится, всё обязательно будет хорошо Давайте я вас по ушку немножко поглажу Да, давай Вот так поглажу, можно на ты тебя поглажить немножко? Поглажу тебя по ушку Поглажу тебя по ушку Поглажу, да, поглажу Поглажу Знаешь, меня мама так в детстве иногда гладила Я когда засыпал, у меня была жутко занята, честно сказать У неё очень было много работы, всегда много дел очень было И мне не хватало, конечно, чтобы она меня как-то знаешь Вот так, может быть Но бывали моменты, когда я засыпал или ложился спать Да, и мама меня там чуть-чуть поглаживала, там чуть-чуть по волосам Вот так, по ушку Это было очень приятно, да Вот это было очень приятно Да, 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 да Не стесняйтесь гладить людей Если вам нравится человек, просто погладьте его и всё будет хорошо Но не делайте так на улице Вас могут арестовать Да А давай будем продолжать, хорошо? Давай будем продолжать Будем продолжать, будем продолжать, будем продолжать Я тебе песенку спою с детства, да Надеюсь, меня не засудят по авторским правам Я в детстве очень любил смотреть эту передачу Спокойной ночи, малыши Да-да-да, это правда Хотя, честно сказать, сама передача мне не очень нравилась Там, где были Хрюшка со Степашкой, в основном там сидела с ними рядом какая-то тетица Или дядька какой-то сидел Там что-то это были не мультики, мне особо было неинтересно это смотреть Но я знал, что обязательно будут показывать мультики какие-нибудь Ну а тогда, конечно, никакого не компьютера, ни ютуба, ни интернета, ничего еще не было Как говорят мои дети папы, что родился когда был динозавр Я говорю, да, конечно, не было еще телефонов мобильных Они такие, ничего себе, как это возможно? Я говорю, вот так, представляете себе Ну, точнее, они были, но они были такие с большими-большими антеннами На кнопочках, знаете, такие большие, Моторолы были Ну и там разные ноги, конечно А вот, и я любил, очень-очень любил смотреть вот как раз мультики вот эти на ночь Потому что, ну, во-первых, пока шла передача, тебя не имели права уложить в кровать Это была официальная детская передача И ты смотрел ее до самого конца Иногда там показывали действительно классные мультики Конечно, я недоумывал, почему же там не показывают, там, типа Тейл, например, или нет, черепашек или что-то еще Но, конечно, там показывали, соответственно, отечественные мультики, да, там, типа, ну, погоди Ну, что-то там совсем-совсем простое еще, там, типа, мартышка и удав Вот это вот, помните мультик, да? 38 попугаев он назывался, по-моему, классный, кстати Очень-очень классный Вот мне еще нравились мультики про Кешу, помните, такой был? Про попугая Кешу Который улетел из дома Вот, и почему-то мне запомнился из всех этих мультиков 2 эпизода в нем Не знаю, сколько там было эпизодов всего Но первый эпизод, когда он к трактористу в деревню прилетел К трактористу Вот, Василию Вот, и он начал учиться деревенской жизнью Вот, и Кеша такой, конечно, он такой Городской самоуверенный попугай превратился, скажем так, в... Ну, он понял, что дом улучшит, да, вот Собственно говоря, и посыл, да, этого мультика, да, что нищие, скажем так Чего-то где-то вдалеке, что у тебя это все под носом есть, нужно все это просто увидеть По крайней мере, я так этот посыл понял и увидел Вот, а еще была серия там, где он тоже обиделся на своего хозяина и улетел к какому-то другому парню, который плохо с ним обращался То есть сначала он там кино смотрел вроде как, но потом этот парень вообще в клетку посадил, вот так вот Так что, помните, да, такая серия была Вообще, показывали, как правило, очень-очень рандомно и меня очень бесело, когда показывали, знаете, так кусочками То есть когда ты смотришь, вроде как посмотрел какую-то, ну, часть разбивали, например, мультик, если он большой, вроде эфир, это маленький был программ И мультик разбивали там на три или на четыре части И вот ты такой смотришь, и тут типа конец, но ты-то этот мультик уже смотрел раньше, например Ты же знаешь, что это еще не конец, что там еще куча всего Ты такой, э, чего, подождите, куда, как, как бы, а все, спать уже пора, и ты такой недовольный, блин Слушайте, ну, ну, может еще покажут после рекламы, может еще и после, ну, такой в надежде типа, но нет, после рекламы уже был конец передачи Вот такие вот дела Реклама, кстати, отдельных разговоров стоит, честно сказать, я телевизор, наверное, не смотрел уже лет 10 Ну, я имею в виду так, чтобы, типа, целенаправленно, чтобы у меня был там какой-то любимый канал, или чтобы я что-то там смотрел Нет, то есть как только мы начали жить, скажем так, с моей женой, да, то есть вместе поженились там и так далее Как только у нас появилось свое, свое место, где мы смогли жить, то есть вот квартира, да Вот мы как-то, ну, мы купили телевизор, то есть там ничего особо не было, мы ее обустраивали как-то потихонечку То есть мы купили телек и как-то особо, честно сказать, его не смотрели, то есть мне Он даже не был подключен к кабелям, то есть вот так вот Вот, нет, ну, первый был подключен, наверное, то есть мы какие-то мультики, наверное, там детям включали, да, я помню, был такой канал Пиксель у нас Вот, там мультик про Каю был, это классный, кстати, тоже мультик Вот, а вообще, как бы, потом вот следующий телевизор, который я купил самостоятельно, где 42 дюйм, по-моему, диагональ была В чем я Ольке делал сюрприз, я его купил, но сам его как-то прикручивал, вообще, представляете, что такое самостоятельно В одиночку прикрутить телек на 42 дюйма, это было, конечно, точно кино, но я справился То есть Олька приходит домой и телек висит, она такая, вау Я такая, ага, ну да, я купил сам, ага, вот так вот Ну, в общем говоря, приятно делать подарки какие-то или сюрпризы иногда, да, не менее приятно, чем что-то получать, да Вот, и как-то особо телек не смотрели, то есть это вот даже не подключало тогда к кабельному кабелям, да, то есть, соответственно, там был интернет, ютуб, вот какие-то, вот в основном, ютуб смотрели, чисто, то есть, вот Ну, сейчас как-то проще, да, намного, то есть, ты просто сейчас включил, ну, то есть, что хочешь, ты просто включил и все, там, хочешь подписку проплатил и смотри, там, фильмы, сериалы, там, что хочешь Хочешь, там, я не знаю, новости читай на сайте новостном в любое время, то есть, раньше не только можно было по телеку посмотреть восемь вечера новости, а сейчас они обновляются, там, с каждой, там, полчаса новости, вот, так что Вот, еще меняется, и информация становится доступнее, скажем так, вот И было бы, конечно, это все на благо, если бы не куча-куча всяких разных, я не знаю, каких-то тупых убивалок времени, то есть, в стиле, там, какие-то разводы тоже, там, в интернете и так далее, и так далее, и так далее То есть, казалось бы, вроде, да, интернет, там, создан для того, чтобы люди развивались, а тут некоторые, наоборот, деградируют, там, да Вот, но, тем не менее, как бы, есть, что есть, тут уже, так сказать, ничего не изменить Вот, в таком виде, в принципе, я доволен, что все-таки это все есть, информация-то всегда здоровая Когда ты, например, когда нашел какую-то монету, там, я могу спокойно, с помощью интернета, да, определить, там, какого она периода была, кто тогда правил, там, в этом периоде, а откуда она вообще, где она была сделана, чеканина, и так далее, и так далее, и так далее, это очень мощная вещь, конечно, интернет, да Ну, и вы меня сейчас смотрите, да, конечно, по интернету А если бы было сейчас в телевидении, не смотрели бы меня сейчас, например, ровно в 11 вечера, когда ролевая игра «Спокойной ночи», малыши, вот, с Алексеем в главной роли Вот, Алексей, вот, ростовая кукла Алексей Так что, вот такая вот сегодня запись как-то получилась Я надеюсь, что у вас настроение поднялось-то немножко, да, вы чуть-чуть отвлеклись от своих каких-то вопросов, проблем Я, говорят, умею зубы заговаривать, вот, но, но ты же так просто, ты просто говоришь, рассказываешь, что-то, делишься чем-то Какими-то своими эмоциями, какими-то своими воспоминаниями Это же есть нормальное человеческое общение какое-то, да Ну, за исключением того, конечно, что я вас сейчас не вижу Но я чувствую, что вы где-то рядом Благодаря вашей поддержке донатами, благодаря вашим комментариям, вашим лайкам Я всегда чувствую, что вы меня поддерживаете, помогаете мне Спасибо вам большое за это Спасибо Вот, на сегодня все Я надеюсь, что такой хороший, добрый, позитивный, замечательный человек теперь сможет заснуть спокойно Вот, а завтра будет новый хороший день Надеюсь, что все будет хорошо До свидания Спасибо тебе за просмотр Надеюсь, видео тебе понравилось Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал А также бей в колокол Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании Рад был помочь тебе расслабиться До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok